Гондурас Моё путешествие по Гондурасу началось глубокой ночью в городе Сан-Педро Сулу, который считается криминальной столицей мира. Поэтому ночевать пришлось в аэропорту до прибытия моего телохранителя. Телохранитель это громко сказано, но Эйлин действительно меня оберегала от многих необдуманных действий. На эту улицу не сворачивай, на этой заправке не останавливайся, здесь не фотографируй. Кстати раз как я доставал свой кошелек, она требовала его спрятать и везде платила за двоих. Вот такая вот девушка мечта. Эйлин, где мы едем? Мы едем в Ома, и вы можете показать. Ома – небольшая рыбацкая деревушка на берегу океана. Прогуливаясь по ней не скажет, что это самый быстро развивающийся туристический регион Гондураса. Узупа, а вы на эту патрон? Красиво, красиво. Какой типо пескал это? Сардин. Это исторически важное место для всей Америки. В 1502 году на эту землю ступает нога Колумба. В предыдущих экспедициях Колумб высаживался на островах Карибского бассейна. Видимо с таким же интересом местные индейцы встречали первых людей Колумба. До открытия форта у нас было немного времени и я расспросил Эйлин о жизни в Кондурасе. Первый раз, и потом я попробую. Попробую больше, и это достаточно. Друзья, здесь я начал пить с детства. Вы можете купить алкоголь до 18 лет. Да. Ты делаешь это, ты делаешь это? Я тоже. Ты делаешь это? Да. Но я попробую. Я не скажу. Я не скажу. Ну, ты делаешь это? Чёрной. Тёр . Не теряйся. Ты делаешь это? Да. Ты делаешь это? Это заявляет. Вот это. После того, как крепость открылась, я хотел оплатить, оценить реакцию Эйлин. Сказал девушке, что так поступать не надо. Что? Возьми, мы начнем для музея. Для тебя, для джима. Я не могу. Скажи колчуга. Кольчуга. Что это здесь? Что это? Это открытый форт. Я не знаю, как это называется. Это в парте рядом с Фуэрте. Когда на английском уже ничего не может сказать, на испанский переходит. Поскольку Эйлин не смогла рассказать о крепости, придется сделать это мне. Форталезо де Сан-Фернандо – испанская крепость колониальной эпохи, построенная из терпича и коралла между 1756 и 1775 годами. Форт был атакован один-единственный раз в октябре 1779 года, когда Британия напала на испанские колонии в Центральной Америке. Крепость охраняла испанский интерес до 1821 года, когда перешла под контроль Гондураса. Лучше всего масштаб крепости оценивается с воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрались до центра города. Эйлин меня водит, показывает самые интересные места здесь, но пока их особо нету. Ходить по улицам города оказалось не очень приятно. Эйлин постоянно меня отбивала от стремных личностей. После недолгой прогулки мы уехали с центра от греха подальше, чтобы полетать и рассказать интересные факты о городе. Сан-Педросуло – второй по величине город Гондураса, чье название в переводе означает «Долина Святого Петра». Когда-то именно здесь находился монетный двор Испании. Его основанию способствовал знаменитый контестадор-завоеватель Кортес, который обнаружил в этих местах серебро. Но местные племена во главе с вождем Лемпиро оказали ожесточенное сопротивление колонизаторам. Лемпиро оказался очень успешным военачальником. Однажды испанцы долго и безуспешно осаждали город, который оборонял индейский вождь. Тогда колонизаторы пошли на уловку и пригласили вождя на переговоры, но вместо переговоров убили его. Потеря лидера стала фатальной для индейцев и война была проиграна. Сегодня Лемпиро – национальный герой Гондураса. В честь него он называется «Государственная валюта». Эйлин помогла обменять американский доллар на монеты для сувениров в Беларуси. За 1 доллар дают 24 лемпира. А теперь внимание, вопрос, сколько монет я получил за 1 доллар? Одну большую монету, две больших монеты, две больших монеты и одну маленькую. Все ответы неверные. Количество монет измеряется стопками. В этой – 10 лемпир, 2 лемпира. В этой стопке – 5 лемпир. И это еще не все. Добавили такую стопку и несколько рассыпных монет. Вот теперь все. Но вернемся снова к Гондурасу. Сегодня Сан-Педрасуло – самый криминальный город в мире. На 100 тысяч человек, а всего Сан-Педрасуло – полмиллиона жителей, приходится 171 убийство в год. Для сравнения, в соседней, более благоприятной стране Коста-Рика в год происходит 9 убийств. В этом городе от насильственной смерти кто-то погибает каждые 74 минуты. В целом, Гондурас – это страна невозможного. В 2009 году президент Гондураса Мануэль Салая всего лишь попытался провести референдум о разрешении 2-го 4-летнего президентского срока. За это он был смещен с должности, объявлен изменником и выслан за пределы страны. В 1969 году Сальвадор напал на Гондурас из-за поражения в отборочных футбольных матчах. Так называемая футбольная война продолжалась 4 дня и привела к гибели от 2 до 7 тысяч человек. В проигрыше оказались обе стороны конфликта, поскольку экономическое положение двух стран только ухудшилось. Сбежали мы из шумного города. Слишком надоедливая атмосфера. Постоянно кто-то крутится рядом и что-то просит. Привезла меня на местную гору. Будет показывать, что здесь, чего и как. Через Лутинфо интернет. Вот из-за спайса. Пока. Да и это экологическая футбольная красота. Эль Мерендон это монтайна в Сан-Педро Сула и это приводит воду для всех горлов Сан-Педро Сула И да, как бы тебе нравится Чувствуется, что на горку поднимаемся сразу воздуха становится не хватать а ей все равно Она в порядке Я даже не могу сказать Мне не в порядке Я тебя в порядке Ты хочешь? После часа утомительного подъема добрались до смокровой площадки Эйлин, как и обещала, опередила меня На самой площадке выбор активности небольшой Можно выпить освежительных напитков или свежевыжатый апельсиновый сок в импровизированной торговой точке или под пристальным контролем рыжего кота растянуться в дремной гамаке или понаблюдать за учебным процессом курицы с вечно голодными цыплятами и обязательно отчитаться перед мамой Но самое интересное на гондурасском варианте Голливуду находится прямо перед глазами Одна из самых высоких точек над Сан-Пен-Расула буквы с обратной стороны Кока-Кола КОНЕЦ Уже за темно вернулись в город Проводить ночную прогулку по городу мы целохранители настойчиво не рекомендовала пришлось довольствоваться видами сверху КОНЕЦ 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 Сердечно запрашаем вгондурас В надоуз Сердечно запрашаем в гондурас Сердечно завращаем в гондурас Ну хорошо, хорошо Мы идем к чайу и шоколаду. Если по бесплатно, то там на пробку. Сейчас оценим. Ребята, если честно, напоминает, когда уже все выжили, вот это вот подарок. Очень слабенький. Очень слабенький вкус. Острый шоколад. Я хочу проверить твою реакцию. Это нормально? Интересно, но больше. Я бы сказал, что это как обычная приправа. Шоколада я здесь вообще не чувствую. Чоколад, ванилу. Сколько там? 75% Ванилу. Опер. С иной? 75% ванилу. Варш. 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 Это неплохо. Где, где? Мы будем увидеть этот рентген. Ух ты! Найс! Где мой дед потерялся? Что происходит? Здесь? Здесь? Внутри красиво, внутри ничего не видно. Но это не обычный. Это неплохо. Это письмена маисты. Их расшифровали. И расшифровали почему. Когда контестадоры их захватили, один контестадор записал испанскими буквами историю местного народа. Сам не понимал о чем. В современное время уже историки все сопоставили и сумели перевести эти надписи. Поэтому столько много всего интересного написано об этом месте. Самая главная стела здесь посвящена последнему правителю. На самом деле она еще до сих пор так и не закончена. Потому что жители очень быстро и неповыясненным до сих пор причинам покинули город. Куда-то Элин меня ведет. Куда? Я не знаю. Но дорожка мне нравится. Написано, что нельзя подниматься по ней. На самом деле достаточно опасное мероприятие может быть. Скажите им? Куда? Скажите им, что это соцсетка, где Майанцы обычно играли с ровной белью. И они играли с ногами и головами. Знаешь, как играть? Нет. О, смотри на Макаус. Это Макаус? Так красиво, да. Почему Макаус? Я думаю, что это как кокаду. Кокаду? Да. Я не знаю, что это значит. В русском это как кокаду. И в английском тоже как кокаду. Нет. Потому что это не Горел, это Макау. Мы даже имели Макао Монте здесь. Спорим с ней. Я ей говорю, что это как кокаду. Она говорит, что это Макао. Это Макао. Это Макао. Как оказалось, Макао с английского языка переводится как ара, вид птиц семейства попугаевых. Данный вид попугаев является обладателем самого крепкого клюва на земле. Рейн летать, ходит. Отличаются этих два вида попугаев реалом обитания. Какаду живет в Австралии и рядом расположенных странах. Поэтому ничего удивительного, что Эйлин никогда не слышала слова какаду. Один залазит, второй слазит. Красивое место. Красивое место. Красивое место. Вау! Силенс! Я хочу снимать фотографии. Руина Капана. Руина Капана. Крупнейшее археологическое место на территории Гондураса. Город существовал с первого века нашей эры. Сегодня известны имена шестнадцати царей. Власть капанских царей простиралась на соседние долины на территории современного Гондураса и Гватемалы. Конец рассвету государства положила военная катастрофа, когда один из царей Капан напал на соседа и потерпел сокрушительное поражение. После этого город Майя, как и другие города в девятом веке, был оставлен населением, причины которого до сих пор не установлены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok